Добрый день, дамы и господа. С вами Эля Павловна Кулиенко. Меня очень часто спрашивают, этикет – это шаблоны? Да. Этикет – это шаблоны. Но не скажу вам ничего нового, То, что все слетает с нашего языка, это есть нейроэнергетическое прогревание. Поэтому будьте внимательны даже к этим шаблонам. Если, к примеру, я прошу обратиться безличностно, ну не знаю я, как зовут этого человека, который там может мне сделать какое-то одолжение, либо я ему. Значит, надо обратиться, как-то не называя именей. Можно и легко, для этого не надо повторять шаблон Жванецкого. У вас нет газеты, у вас нет мяса, у вас нет продажи. Мы подсказываем ответ. Значит, построим это по-другому. Не будете ли вы любезны? А вот может быть и не будет. Не надо эту частичку. Не. Наверное, давайте скажем. Будьте так любезны. Окажите мне эту услугу. Ну, хотела бы я посмотреть на человека, который не откликнется на такую вашу просьбу. Откликнется. Обязательно. Обязательно. В особенности хорошо, если я бы попросила, чтобы вы сделали, ну то есть вы формулируете как хотите. Не будьте душной жабой, жадной на добрые слова. Вот не вешайте, не навешивайте ярлыки на человека. Постарайтесь общаться. И вот вы медик. К вам пришли. Вы никогда не скажете, я надеюсь, вы не скажете, даже если вы стоматолог и понимаете, что все боятся зубной боли, вы не скажете, вам не будет больно. Все. Вы употребили слово боль. Точно так же, если вы кому-то дали таблетку, то поверьте, если вы скажете, у вас через 15 минут боль пройдет. Да нет. Вы включили программу другую. Вы дали слово боль. У вас будет все в порядке. Ваше состояние улучшится. Думайте над каждым своим словом. Не говорите, не будь дурой. Говорите, будь умной. Вот эти мелочи, вот это моделью поведения человека, вот это является характеристикой. Мелочи. Мы состоим из мелочей. И говорить, что это просто, я не буду. Это сложно. Это сложно. Но этим надевают люди. Особо хотела бы отметить, когда вы прикасаетесь своими кто-то ручками, а кто-то ручонками, клавиатуре и хочет написать какой бы то ни было комментарий. Вы подумайте, какие слова вы там употребляете. Почему мы употребляем все время слова пипец, блин. Господа. Ну тогда не господа. Но мы хотим ведь быть господами. Давайте ими будем. Подумайте, какая бы реакция была, если бы к вам в дом зашел посторонний человек и наследил словами. Объяснил бы вам, что вы не убрались, что у вас там требуется ремонт. Вы не будете так делать. А зачем же мы так делаем, заходя к кому бы то ни было, на страничку, в группу, а вызвали туда. Вы сами иногда напросились. Будем щедрыми на добрые слова. Не забудьте сказать, у вас красивая фигура. Вы так со вкусом одеваетесь. Не забудьте похвалить, что у человека красивые глаза. Да найти всегда красивое можно. А мы почему-то хотим вот так каким-то образом сказать, что некрасиво, негодно. Только шаброны должны быть разумными. Никто никого никогда не должен обижать. Представляете, если это было так по кругу? В обществе мы будем жить. Здравствуйте. Добрый день, дамы и господа. С вами Лилия Полна Коваленко. У меня сейчас тренинг моделирования поведения личности в том и турбулентном мире. И все время по аудитории витает одна, две и два вопроса. Как жить? Там, где родился, там изгодился. Или мы переходим на другие выходи из зоны комфорта. Для того, чтобы обрести себя нового. Для того, чтобы измениться. А может быть, ввиду того, что нам говорят сейчас нейрофизиологи, все зависит от генотипа, от вообще наших ген. Так может не стоит суетиться? Вот как вы считаете? Добрый день, дамы и господа. С вами Лилия Полна Коваленко. И сегодня мы рассмотрим деталь. Очень хорошо эту деталь описывал Зиновий Герд. Он рассказывал, что подать пальто даме – это совсем простая задача, но очень приятная. И ни один мужчина не откажется от этого момента подать пальто даме. Вот корточка. Это может быть жакет. Это может быть любая корточка. Когда мужчина ожидает даму, он не распахивает жакетик, а наоборот держит его в собранье и смиренно складывает на груди руки. Это просто он показывает – не торопись, любимая! Или просто не торопитесь, все будет так, как вы захотите. Она повязывает шарфики, она прихорашивается. И пусть себе наступает тот момент, когда умная женщина, то есть сегодня мы даем рекомендации и мужчине, и женщине. Когда умная женщина, а мужчина находится на расстоянии не более метра, дает знак мужчине, что она готова к тому, чтобы ей подали пальто. Она просто поворачивает ручки, две руки одновременно за спину. А мужчина, вот, вот, вот его выход. Он распахивает пальто и подает снизу вверх, снизу вверх. И следит, руководит, чтобы рукава были сначала один рукав, потом второй. Обычно в зависимости мужчина определяет даже правша или левша женщина. То есть она все равно не две руки сразу, а чуть-чуть будет у нее впереди идти та рука, которая у нее является ведущей. Если правая, то у нее сначала правую руку, а если левая, то левую руку. Но он следит, он одевает пальто и имеет право. Вот это называется санкционированные, санкционированные, не санкционированные, это нормальные, прикосновения. И когда он надел пальто, он может еще сделать вот такое движение. Это санкционированные движения. Они разрешены. И никогда не притрагивайтесь волосам женщины. Ох, не любят они этого. Они всегда считают, что нам норовят испортить прическу. А как и в какое время подавать пальто? Это в другой раз когда-нибудь. Спасибо. 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 Спасибо.